Участие в международной выставке МАКС-2021, которая прошла в подмосковном Жуковском, приняли руководители госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры. Губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров провел расширенное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Научно-образовательный центр, объединивший шесть регионов России, включая Самарскую область, является одним из лидеров научной мысли в стране. Наш НОЦ эффективно, напряженно, как мне рассказывают во всяком случае коллеги, работает, двигаясь вперед по всем направлениям. Конечно, МАКС замечательная площадка для того, чтобы обсудить самые важные направления развития по аэрокосмическому кластеру. Все здесь и встретиться на территории Самарской области, которая является павильон. Сегодня есть возможность увидеть друг друга очно, а не только в режиме видеоконференц-связи, к чему мы, к сожалению, в последнее время привыкли. Проекты имеют поддержку заинтересованных в новых разработках индустриальных партнеров. Среди них и госкорпорация «Роскосмос». Удалось сформировать дорожную карту по формированию двух сложных аэрокосмических проектов – бизнес-центра частной космонавтики и Центра экспериментов в космосе. И уже продумывать детали пошаговой реализации. Одним из самых развернутых стендов на МАКСе оказался стенд самарского предприятия РКЦ «Прогресс», ракетоносители которого «Союз» используются для доставки космонавтов, а также астронавтов Европейского космического агентства и НАСА США на МКС, а также обеспечивают обороноспособность страны. «МАКС», как любая другая крупная международная выставка, позволяет заявить о себе не только на региональном или федеральном уровне, но и также выйти на международный, что, собственно, и делает наше предприятие, поскольку является очень важным игроком на рынке, связанных с космосом услуг. То есть на нашем стенде традиционно представлены наши основные продукты – это ракетоносители трех классов – легкого, среднего и среднетяжелого, а также космические аппараты дистанционного зондирования Земли, а также радиолокационного наблюдения и мониторинга». Наука должна иметь прикладной характер и готовить специалистов мирового уровня. В научно-практическую деятельность вовлекаются и школьники. Генеральный директор московской компании «Стратонавтика» Денис Ефремов рассказал о совместной программе «СНОЦ» по сборке мини-спутников. При этом дети сами смогли высчитать траекторию полетов аппаратов и обрабатывать полученные данные. Дмитрий Азаров отметил важность этих проектов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с компаниями. Виктория Шарая, События.